В эфире «Дороги к свободе» перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Переживет ли Украина зиму 2016-2017 годов? Здравствуйте, чтобы он помог нам ответить на этот вопрос. Каковы шансы? Вопрос очень актуальный, особенно для жителей Украины. С моей точки зрения, проблем у нас в этом году не больше, чем в предыдущие годы. Хотя меньше накопила Украина угля, особенно это касается антрацитовой группы. Вы знаете, что уголь антрацитовой группы добывается исключительно на оккупированной территории Украины. Поэтому тут есть определенные проблемы. Но в целом, хотя угля меньше, где-то на 15-20%, шансы пережить зиму неплохие. Потому что Украина очень резко снизила потребление энергии в последние два года приблизительно на 20%. От хорошей жизни или просто от того, что промышленность упала? По сути, это рекорд, да, то есть мировой рекорд. Но обратно же этот рекорд не от хорошей жизни. А в основном, где-то процентов на 70, он связан над падением промышленного производства. И 30% связан с тем, что все-таки высокие цены заставили определенное количество потребителей и населения, промышленности экономить энергоресурс. А в принципе, вот когда мы говорим о том, что ничего такого особенного не может произойти, потому что есть урок прошлой зимы, скажем так. Но прошлая зима же была теплой зимой. Вот мы всегда задаем все вопросы. Хорошо, мы понимаем, как страна живет в теплой зиме, но как она живет в холодной зиме? В таком режиме мы просто еще не знаем. У нас не было после начала военного конфликта с Россией холодной зимы, по сути. Проблемы, конечно, начнутся в том варианте, если температура будет меньше 10 градусов Цельсия, держаться больше 10 дней. Тогда действительно это будет очень серьезная нагрузка на энергетическую систему Украины. И не исключены так называемые аварийные отключения почасовые, то есть отдельных регионов. То есть это абсолютно реальный вариант. И Украинерго, чтобы вы знали, это главный оператор украинской энергетической системы, он к этому варианту тоже готов. Когда в России говорят о том, что Украина находится на угольном, уже не на газовом крючке Российской Федерации, то насколько эти соображения реалистичны? Действительно есть крючок? Ну, с моей точки зрения, это во многом иллюзия. Почему? Потому что в Украине много мощностей, которые могут работать на угле газовой группы. Эта группа угля добывается на территории Украины и может быть легко достаточно импортирована, например, с Польши или с других стран. То есть необходимо просто загружать эту генерацию максимально углями газовой группы, это первый вариант. И второй вариант, если бы Украина действительно раньше начала импортировать уголь антрацитовой группы с той же ЮАР, то вообще бы никаких проблем не было. Ну, к сожалению, возникли тут вопросы, потому что Анкарея очень долго согласовывала тариф на электроэнергию. Вы знаете, что уголь является составным элементом цены электроэнергии. Потом менялось у нас правительство, новый министр пришел и фактически был задержан этот процесс формирования энергетического баланса и тарифной политики. Таким образом, все-таки определенный дефицит угля существует, и он, безусловно, отразится на потребителей в случае такой очень холодной зимы. Но в этом случае у нас есть тоже вариант, это именно аварийные отключения по часовой, по регионам. Когда каждому региону доводится определенный лимит, в случае, если этот регион не выполняет лимит, происходит автоматическое отключение на час, на два, в зависимости от ситуации. Поэтому в целом я бы сказал, что энергетическая система должна справиться с этой ситуацией. Но в то же время на следующий год надо учесть уроки и вовремя закупать уголь уже не с августа, начиная не с сентября, а все-таки начиная с апреля. А скажите, не получается ли эта история с углем отражением каких-то интересов, скажем так, владельцев тех шахт, которые находятся на оккупированных территориях? Шахты на оккупированных территориях, а владельцы здесь и имеют огромное влияние на политические процессы в стране? Да, владельцев есть такой аргумент. Да, действительно, шахты наши на оккупированных территориях, но они зарегистрированы на украинской территории. И платят налоги здесь. Да, вроде бы так. Но реально, действительно, деньги идут на оккупированные территории. И эти деньги очень серьезно поддерживают эти республики ДНР, ЛНР. И, в принципе, это неприемлемый вариант с точки зрения национальной безопасности Украины. От него надо отказываться. Ну, почему-то, как бы, тут идет промедление. Ну, а с другой стороны, а куда же этим регионам сбывать еще свой уголь? Да, то есть они так же зависят от Украины, как Украина от них. Почему? Потому что этот уголь никому больше не нужен. России он абсолютно не нужен, потому что в России себестоимость того же кузбасского угля на порядок ниже добывается открытым способом. В Украине вы знаете, что одни из самых, если не самые глубокие шахты в мире и очень такие тонкие пласты, да, то есть его добывать себестоимость очень дорогая, плюс устаревшее оборудование. Поэтому, кроме как на Украину, они сбывать этот уголь не будут. А без этих средств практически украинских за уголь, фактически ситуация социально-политическая в ЛНР, ДНР выйдет с под контроля, с моей точки зрения. Но, с другой стороны, вам скажут, что будут есть семьи шахтеров, которые сейчас еще хотя бы работают, добывают этот уголь, получают зарплаты, и это тысячи людей. Ну да, но это на оккупированной территории. Да, но это украинские граждане на оккупированной территории, которые как бы работают на Украину. Ну, я бы так сказал, что оккупированная территория, если брать международное право, то Украина не может влиять на процессы на этой территории. И, в принципе, в соответствии документов ООН и Женевской конвенции, да, то есть полностью за эту территорию, за социальные моменты несет ответственность оккупант. То есть, по сути, Российская Федерация. Украина бы хотела влиять, но таких возможностей нет. Я хотел спросить у вас о недавнем иске, который должен быть выдвинут Украиной против России в связи с потерей газовых месторождений в Крыму. Вот насколько вы, в принципе, оцениваете серьезную вероятность того, что действительно можно будет получить ту сумму, большую, это миллиарды долларов, которые требует сейчас Украина? В России многие говорят, что это просто стремление к взаимозачету по долгам. Ну, вы знаете, я считаю, что шансы Украины превышали бы 90% в случае, если Украина обеспечит грамотное юридическое сопровождение этого процесса. Намет дорогих юристов, да, то есть этот процесс будет очень, как бы, квалифицированный, да, тогда фактически в России не существует никаких шансов. Отстоять свои интересы, да. Вопрос, потому что очевидно, что территория оккупированная, Россия аннексированная, Россия сама это признала, утвердила в Конституции. Очевидно, что эти месторождения принадлежали России, Украине, и Украина влаживала огромные деньги в развитие этих месторождений. То есть, по-моему, тут нету никаких вопросов. Но как это будет, произойдет, очень сложно сказать. Почему? Потому что я так думаю, что, возможно, какие-то есть между элитами российскими и украинскими договоренности, что мы, вы, так сказать, сильно не трогаете нас, наше имущество в Крыму, да, которое осталось там, украинской элиты. То есть, а мы, так сказать, тоже, как бы, учтем ваши интересы там в определенных вопросах. Но там не так много имущества, извините, украинского, осталось, что дворцы и Медведчука, но это хорошо. Ну, я не думаю, что только Медведчука, там дворцы. Наверное, есть и других людей, которые близки к власти. Есть мнение о том, что этот процесс не так просто выиграть, потому что Украина вынуждена будет признать факт того, что Крым де-факто контролируется Российской Федерацией. А что тут признавать? Это уже, так сказать, всеми признано, что это Крым является аннексированный, и тут вопросов никаких нету. То есть, все мировое сообщество это признало, и Организация Объединенных Наций, и Европейский Союз. То есть, Крым является аннексированной территорией, и Украина просто де-факто, де-факто, как бы, должна... Вы при этом допускаете, что процесс будет имитационный? Да, то есть, я считаю, что все-таки, к сожалению, остались непрямые связи между украинскими и российскими элитами, и бизнес-элитами, то есть, существуют определенные интересы, и торговля идет. Торговля идет, вы знаете, с неконтролируемой территорией, и торговля идет между Россией и Украиной по разным компонентам групп товаров. Торговля уменьшилась действительно в разы, но не прекратилась полностью, то есть, поставляется в Россию много оборудования и товаров различных сыров, конфет, и так дальше. Но самое главное, энергетические связи остались в полном объеме. То есть, ну, нет, энергетически не в полном объеме, потому что Украина больше года не покупает главный российский товар, это природный газ. Да, то есть, по сути, единственное, что покупает, как бы, зависимость, я считаю, самая большая зависимость, это по, так называемым, ТВЭЛам, да, то есть, это такие тепловые... Для атомных электростанций. Да, 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 то есть, это топливо для атомных электростанций. Ну, и тут тоже, я так понимаю, не так просто перейти на какие-то другие формы отопления, учитывая то, что американские предложения до сих пор, как вы говорили, отвергались по каким-то технологическим причинам, или тоже это политика? Нет, ну, они не отвергаются, была политика, да, то есть, при Януковиче там все делалось для того, чтобы показать, что топливо компании Вестинхаус, оно не соответствует украинским станциям, но сейчас доказано обратное, оно абсолютно, как бы, является нормальным. И это подтвердила и инспекция по ядерной безопасности Украины, и с каждым годом доля использования, ну, я бы не сказал американского, потому что это компания международная, там не одни американцы с собственниками, это такая транснациональная компания, реально она изготавливается в Швеции, то есть, и поэтому этого топлива становится все больше и больше, и я думаю, что если так процесс будет идти, то где-то через 5-7 лет, где-то Украина сможет диверсифицировать поставки ядерного топлива процентов на 50-60. Это реально, да? Это реально, абсолютно. А опять-таки, не будет ли какого-то давления со стороны России, чтобы этого не происходило? Это же все-таки реальные доходы. Оно же происходит, это давление, вы же знаете, как бы, значит, давление на энергоатом, на людей, которые связаны, как бы, считается, с энергоатомом были, то есть, вот, на компанию Шкода, да, то есть, это же, которая, как бы, тоже проектирует реакторы, и сейчас же Украина имеет планы достройки двух блоков на Хмельницкой станции. То есть, давление колоссальное, в Украине существует очень мощная российская агентура, которая за деньги дискредитирует, как бы, тех людей, которые действительно хотят получить независимость энергетическую от России. Напомню, что гость нашей сегодняшней программы, директор энергетических программ Центра Розункова Владимир Амельченко, мы обсуждаем вопросы энергетической независимости Украины на фоне вот той зимы, которая всегда является важным таким вот моментом и для жизни в томой стране, и для российско-украинских отношений ведет эту программу. Виталий Портников, вот я хотел поговорить с вами о транзите, потому что вот сейчас, опять, тема транзита становится очень важной. Вы говорили о том, что Украина уже год не покупает российский газ, но, тем не менее, получает деньги за транзит российского газа в Европу. И мы видим, что Россия предпринимает все возможности, вообще меры, это такая давняя государственная политика, политика Владимира Путина, я бы сказал, что это даже идея фикса, а не политика, обойти Украину, так сказать, газопроводами. И вот один из этих газопроводов уже есть, это Северный поток. Президенты Путина и Эрдоган договорились о строительстве первой ветки турецкого потока, насколько я понимаю, и вот сейчас обсуждают проблемы Северного потока-2. И вот я так понимаю, что если будет в полной степени построенный турецкий поток и Северный поток-2, то таким образом это позволит не сократить даже транзит, а ликвидировать транзит Украины, через Украину вообще ликвидировать украинскую газотранспортную систему. Давайте просто обсудим с вами вероятность этой ликвидации по пунктам. Ну я хотел бы здесь успокоить руководителей Газпрома, что относительно того, что Украина останется без транзита, они очень переживают, я так понимаю, за это. Почему? Потому что, во-первых, ни один европейский банк сейчас не даст кредит Газпром на строительство второй ветки, вернее, не второй ветки, а второго этапа реализации проекта Северный поток-2. Газпром имеет очень плохой кредитный рейтинг на сегодня, это первый момент. Что касается турецкого потока, то здесь много очень блефа. С моей точки зрения Россия специально ведет такую двойную игру, подталкивая Евросоюз к реализации Северного потока. Говорит, ага, если вы не соглашаетесь, видите, мы тогда будем с турками вести дело. Мы подписали, давайте быстрее, то есть это такой как бы способ шантажа. С другой стороны, я бы сказал, что единственная система, которая может обеспечить безопасность поставок газа в Европейский Союз в зимний период, это украинская. Почему? Потому что она опирается на самые большие в Европе хранилища природного газа. То есть нет такой системы ни в Северном потоке, ни предполагается строительство таких хранилищ в проекте турецкий поток. Поэтому в зимний период, если выключить украинскую систему, то европейские потребители совершенно не могут быть спокойны и, можно сказать, стопроцентной уверенностью, что они будут очень иметь большие проблемы с перебоями. Если отключат полностью украинскую систему, то они на стопроцентно практически будут иметь серьезные проблемы с перебоями поставок природного газа. Поэтому Европейский Союз это все понимает и сейчас ведутся интенсивные переговоры. Были предложения к Украине со стороны словацкой компании, со стороны итальянской компании, что они готовы взять, как операторы, так сказать, вложиться в украинскую газотранспортную систему, взять ее или в консорцию, или в какую-то другую форму, при гарантии сохранения транзита через территорию Украины на минимум 40%. Я думаю, это нормально. Но эту гарантию я бы хотел, чтобы одним из операторов газотранспортной системы была одна из немецких компаний, как ключевой страны по потреблению природного газа. И тогда это для Украины нормальный вариант сохранения транзита 40 миллиардов, позволит Украине нормально себя чувствовать и сохранить систему газопроводов, свою в первую очередь. И во второй очередь, как бы, это обеспечить безопасность поставок в страны Европейского Союза. Вы не можете не замечать того факта, что Германия является, как и Россия, активным сторонником второй очереди Северного потока. Я бы не сказал, что Германия, я бы сказал, что некоторые немецкие компании, да, то есть они участвуют активно, работают над этим, потому что проект сулит серьезные заказы, серьезные деньги. Но обратно же вопросов там больше, чем ответов. Я бы не давал очень большие шансы на то, что этот проект будет реализован. А если он и будет реализован, то все равно без Украины, без украинской газотранспортной системы безопасность поставок в Европу не будет обеспечена. Вот я хотел бы все-таки выяснить, если мы говорим о Северном потоке, то вы говорили о том, что Газпром имеет низкий кредитный рейтинг. Я с этим согласен. Насколько я понимаю, сейчас главная задача Москвы, это чтобы Северный поток-2 строили не компании, связанные с Газпромом, а некие компании-ширмы, которые строятся, создаются сейчас независимо от Газпрома, и они являются этими строителями. Газпрома там как бы нет. А кто же им кредиты даст? Ну, может быть, им дадут? Я думаю, что таким компаниям неизвестным, непонятным, в каждом европейском банке есть соответствующий отдел рисков, и он никогда не даст позволения на такие рискованные операции. Вот в октябре встречались руководители стран Вашеградской группы, президенты стран Вашеградской группы, и они тоже обсуждали вопрос строительства второго Северного потока, обсуждали в негативном ключе, но там был очень важный пункт, который я хотел бы понять. Там говорилось, что даже если Северный поток будет построен и будет функционировать, то необходимо, чтобы он функционировал в рамках европейского энергетического законодательства. А что, есть вероятность того, что он может функционировать вне? Ну, там идет большая дискуссия. Почему? Потому что Газпром считает, что он не подлежит регулированию европейскому законодательству, законодательству, потому что проходит по водам Балтийского моря, которые являются нейтральными и не относятся к Европейскому Союзу. Поэтому они считают, что этот проект не должен регулироваться третьим пакетом, так называемым, энергетическим. В то же время бюрократы Европейского Союза считают обратное, что этот газопровод должен регулироваться третьим энергетическим пакетом. Ну, возвращаясь к турецкому потоку, вы все-таки согласны с тем, что та вот первая ветка этого турецкого потока, которая будет гарантировать поставки российского газа именно для Турции, что она все-таки будет построена? И что этой части транзита, скажем так, Украина лишится гарантированно? Или это тоже не является, так сказать, окончательным вердиктом? Ну, я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем это надо России, потому что мало об этом кто знает, мало. И что частью украинской газотранспортной системы, прям большой частью, до сих пор владеет Газпром. Узнаете, наверное, об этом. Нет, этого я не знаю. Узнаете, да? Есть такой проект «Газтранзит». То есть он был создан в конце 90-х годов. Это транспортировка природного газа по маршруту Тальне-Ананьев-Измаил. То есть это на Румынию, Болгарию, Турцию. Тальне-Ананьев-Измаил. Ананьев-Измаил, да. Значит, это ветка, так сказать, мощностью около 20 миллиардов кубических метров. Оператор компании является газкомпания «Газтранзит» этой ветки, которую контролирует, по сути, Газпром. Поэтому для чего... То есть, по сути, это и есть газ для Турции? Да, по сути, это и есть газ для Турции. То есть зачем тогда «Газпрому» вкладывать десятки миллиардов, да, для того, чтобы, так сказать, отключить ту ветку, которую он и так сейчас контролирует по территории Украины? Не совсем понятно. Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Даже два. Да. Первый, что, во-первых, эти деньги на строительство всегда можно разворовать частично. Это большое обогащение для тех, кто участвует в строительстве, да. А мы видим по истории с Керченским мостом и прочими, что такие деньги дают близким к Владимиру Путину людям. И тут тоже так может быть. Ну, правильно, но, к сожалению, я думаю, для российских людей, которые занимаются подобным бизнесом, уже истекают эти, как бы, огромные ресурсы финансовые, неограниченные, которые были раньше. И сейчас, я думаю, что все-таки такие десятки миллиардов долларов очень сложно будет изъять для друзей, как бы, окружения президента России. То есть это очень сложная будет проблема. И, как бы, поэтому не те же времена. А второй ответ, ну, его тоже можно обсудить. Это с тем, что если здесь не будет газотранспортной системы в целом, вот просто не идут здесь газопроводы, да, газ транспортируется в обход весь. Но это упрощает возможность любых силовых операций на территории Украины. Потому что сейчас любая силовая операция сопряжена с тем, что перебил газопровод. И все, и нет никакого Газпрома, как говорится, с его поставками газа в Европу. А так можно чувствовать себя гораздо свободнее и спокойнее, если когда-то планируешь именно военную операцию. То есть главным уже становится не Газпром, а Генштаб. Ну, я тут вашу идею понял. Но обратно же, вот смотрите. Турция на самом деле для России намного более рискованный партнер, нежели Украина. Почему? Потому что мы знаем историю с так называемым голубым потоком, который был в конце 90-х годов построен. И Турция потом сказала, ну, а мне ваши цены не устраивают. И предложила такие цены Газпрому, которые практически были убыточны для этой компании. Поэтому этот газопровод все время стоит не загруженный. И практически, если Россия построит этот газопровод за свои деньги, она будет тотально зависеть от Турции. Потому что по территории Турции проходит куча всяких газопроводов. И Турция может выбирать и лавировать. И таким образом Россия будет жестко привязана к турецкому рынку, так сказать, и очень тотально зависеть, по сути, от него. И Турция в любой момент может выставлять любые ценовые условия. Или отключим ваш газ, или он нам не нужен. Понимаете? Поэтому эта игра очень опасна для Газпрома. Я считаю, что тут нет бизнеса. Есть политика, при том с большим элементом шизофрении. Ну, есть еще дорога в Китай для Газпрома. Да. Ну, это, конечно, сила Сибири, так называемая газопровод. Да, сила Сибири, да. Тут такой же вариант, в принципе, как и связанный, как и с Турцией. Потому что Китай на сегодня, он от России в энергоресурсах совершенно независим. Во-первых, там огромная добыча угля. Огромные угольные ресурсы. Плюс, вы знаете, что Китай строит лидер в мире по строительству ядерных электростанций на сегодня. Лидер в мире по строительству ЛНЖ-терминал. Он может покупать газ любой страны мира. То есть, Китай сейчас практически взял под контроль всю энергетику Туркменистана. Вы знаете, да. То есть, фактически тот газ, который раньше шел на Украину, он идет в Китай. И Китай инвестирует в добычу Туркменистана, наращивается эта добыча. И все эти ресурсы идут в Китай. Поэтому, по сути, там будут диктовать условия только Китай. Россия будет тотально зависеть от... И вы знаете, что ценовые условия не согласованы до сих пор между Китаем и Россией. Потому что Китай такие условия предлагает, которые просто вынужден Газпром терпеть колоссальные убытки. Мне кажется, вообще логичным, что туркменский газ идет в Китае, не в Украину. Мне никогда не было понятно, почему из Туркменистана через всю территорию России должен идти газ в украинские хранилища. А то, что Туркменистан находится рядом с Китаем, это любой человек, который дает любой школьник, который посмотрит на карту, он это увидит. Что все гораздо быстрее, короче, дешевле. Ну, на самом деле, не совсем так. Почему? Потому что Китай предлагает Туркмене достаточно незначительные цены. Если бы этот газ шел на Украину, на европейский рынок, просто Туркменистан мог зарабатывать значительно больше. А всегда зависимость от одного контрагента, она очень опасна с точки зрения коммерции. Но вы, когда говорите о ЛНЖ-терминалах, это ведь касается не только Китая, это ведь и Европа может касаться. Разве Европа не может начать получать новые какие-то объемы газа из таких стран, как Катар? И в этом смысле «Газпром» перестает быть настолько, так сказать, важным для Европы, как поставщиков. Вы знаете, что эти терминалы сейчас загружены в Европе только на 25-30% в связи с достаточно сложной ценовой конъюнктурой. Но в то же время недавно построено два новых терминала, которые заработали. Это в Литве и в Польше, на Балтике, в Свиноусте. И действительно Катар поставляет и Норвегия на эти терминалы свой природный газ. И тут вопрос цены. То есть в принципе Европа может полностью обойтись без российского газа, но вопрос в цене. То есть ресурсов хватает. Европа может брать газ... Танкерный газ до сих пор дороже. С LNG, да. На сегодня он дороже, но LNG рынок он формируется, он развивается с каждым годом больше и больше. И цены падают. И через несколько лет, я думаю, что эти цены сравняются с трубопроводным газом. Ну Свиноуще это же остров Узидом, это по сути Германия уже. Ну то есть это пограничный с Германией польский порт. Да, но этот газ поставляется в Польшу. В ситуации, которые вы складываете на энергетическом рынке, кажется логичным, что Россия как транспортер газа должна быть заинтересована в Украине как транзитер. Ничего этого не происходит на самом деле, видите, да? Да. Хотя вот такой симбиозом был бы экономически оправдан. Ну, экономика, к сожалению, на втором месте здесь. На первом месте это какие-то психологические особенности лидеров России, да? То есть почему-то они как бы не взлюбили Украину как таковую. То есть и в истории такое наблюдалось, такие акты шизофрении. Но я думаю, что все это пройдет. Это лечится и со временем ситуация поменяется. Вы знаете, когда Украина была вполне коррупционной кормушкой для этих энергетических связей, по-моему, ее все очень любили. Да, вы знаете, что вот эта вот стратегия, помните, какая экономическая стратегия Леонида Кучмы была? Главное, Диш, обеспечить дешевый газ. Обеспечим дешевый газ, заработает металлургия, наши базовые отрасли и Украина расцветет. Понимаете, а в результате что мы эти, за этот дешевый газ мы как бы отдали весь рынок Газпрому, по сути, потом этот газ, цена на газ поднялась, и все деньги, которые мы, так сказать, вместо того, чтобы развивать на какие-то более инновационные, на технологические продукты, мы отдавали России, так сказать, за этот природный газ и могли собственную добычу. У нас есть возможности полностью себя обеспечить газом. И даже сейчас? И даже, ну, через несколько лет. Ну, сейчас абсолютно ресурсов хватает Украине. Вместо того, чтобы платить деньги своим газовикам, это как бы мы платили этот газ России, да, по импорту. Это интересная схема была. То есть, фактически, мы, Украина спонсировала многие годы Газпром. За счет того, что Газпром спонсировал украинских олигархов? Да, да. То есть, это была такая связь, мафиозная связь российской и украинской элиты, которая выкачивала деньги украинского народа. Вы можете сказать, что она разорвана? Нет. Она осталась, эта связь. Вот это вот важный момент, которому, я думаю, нам еще придется не раз вернуться в наших беседах. Поблагодарю директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Амельченко за участие в нашем сегодняшнем программе. Спасибо, что были с нами сегодня. Всего доброго. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего вам доброго, уважаемые слушатели и зрители. Увидимся.